так здравствуйте уважаемые зрители канала амаркет с вами александр котин как обычно традиционно это мой обзор это первый мой обзор в этом году давайте посмотрим что происходит с теми инструментами которые я обычно включаю в свой обзор также если у вас появляются какие-то вопросы вы можете написать их в комментариях и в следующем своем видео я на них отвечу обычно мои ролики выходят раз в две недели и так под следующим роликом есть интересные комментарии понравилось объяснение по фунт-доллар пожалуйста обращайтесь и bitcoin в глобальном посмотрели если можно чуть подробнее давайте посмотрим по золоту покупку в лонг с надеждой что выдержу скачки ну да золото волатильное поэтому надо быть очень аккуратным и скажем так его держать среднесрочно или долгосрочно бывает последнее время достаточно сложно потому что рынок такой возвратно-откатные тяжело пересиживать откаты поэтому нужно подбирать инструменты и способ торговли именно под но под что ли свой темперамент и под свои какие-то индивидуальные особенности я всегда именно за это и всегда пропагандирую индивидуальный подход к трейдингу по той же простой причине что если один трейдер торгует по какой-то своей торговой системе это не означает что такой же стиль торговли подойдет другому человеку и тут нужно самому человеку разбираться в том какие у него есть психологические особенности и какой стиль торговли ему подойдет больше по темпераменту по свободному времени там так далее тут надо много параметров рассматривать ну и в самом начале обычно я говорю о том что в описании есть интересные ссылки в частности вы можете записаться на мою бесплатную консультацию в течение 40 минут я поработаю с вашей ситуацией определим какие у вас есть проблемы какие есть цели и что вам мешает к этим целям прийти сделаем план действий вы его сможете внедрить самостоятельно и уже прийти к каким-то результатам через какое-то время либо я расскажу о том как можно получить мою дальнейшую помощь если вы посчитаете что она вам нужна и так давайте начнем с евро доллара традиционно и на мой взгляд по данному инструменту завершился пятиволновой импульс то есть весь пятиволновой цикл закончился и возможно даже есть некая первая волна вниз ну вероятно в какой-то волне а пока это естественно под большим вопросом я думаю что евро может скорректироваться в зону предыдущей коррекции это примерно в районе 116 45 116 50 вот как то так с точки зрения недельного графика обычная глобалы тоже смотрю здесь есть два дивергентных бара и это достаточно сильные сигналы для завершения какого-то импульса вверх очень вероятно что это какая-то первая волна в новом движении если вот так 1212 посмотрим это покажет естественно время поэтому пока рассматриваем снижение в рамках коррекции в данном случае не исключено что здесь была импульсная волна и хорошо видно в 30 минутах 1 2 3 4 5 максимальная у естественно в третьей волне этого импульса и возможно была коррекция очень вероятно что отсюда можно рассмотреть точки входа на продажу что касается пары фунт доллар здесь идет удлинение как видим на дневном графике также была импульсная волна и и прекрасно видно но в пятой волне этого импульса мы видим удлинение и скорее всего увидим обновление локальных максимумов очень хорошо это видно в 12 часовом графике что вот этот последний импульс он не закончился еще не было в нем пятой волны вот она сейчас развивается то есть очень вероятно что локальные максимумы которые были образованы в начале января где-то 4 числа они будут скорее всего обновлены а вот после этого не исключено развитие коррекции всего этого импульса сформированного на дневном графике поэтому внутри дня тут надо пока что торговать по тренду а после уже какого-то сигнала остановки тенденции можно рассматривать точки входа в шорт обычно я это делаю как по евро после первой волны вниз когда есть как минимум минимальные признаки смены тенденции чтобы мне было более комфортно торговать и я заходил в рынок более уверенно в частности этому я тоже обучаю что касается франка здесь достаточно такой сложный рынок но тем не менее я считаю что на месячном графике была закончена какая-то сложная коррекция вполне возможно что франк стремится обновить минимумы которые были образованы еще в 2011 году здесь мы видим параллельный рынок то есть здесь параллельный аллигатор и соответственно то что мы видим на недельном появилась дивергенция но последний импульс который мы видим в дневном графике он скорее всего не закончен и в нем волна 4 только лишь я считаю что мы можем увидеть еще обновление минимумов так вот с точки зрения внутри дневной картины здесь скорее всего только волна а вверх прошла вполне вероятно что может еще быть волна волна c и тогда можно будет говорить о завершении коррекции продолжение движения по тренду вот так с другой точки зрения если посмотреть допустим 12 часов вполне могло здесь быть завершение вот этой последней импульсной волны идет развитие коррекции уже всего импульса примерно куда-то в район предыдущей коррекции что касается доллар иена на последнее время сложно оценивается она сложна в принципе для торговли если брать недельный график если помните мы говорили вот про этот минимум про сложную волну би и про то что вот от этой линии где вот от этого максимума идет у нас волна c иена стремится обновить минимумы 16 года и в текущем движении мы что видим параллельный рынок идет удлинение импульса против тренда я бы не не рекомендовал здесь торговать несмотря на то что здесь некоторые коррекции походят на импульсные волны но при ближайшем рассмотрении внутри это не совсем импульсная волна это скорее тройка то что происходит здесь не исключено что развитие просто нового импульса по тренду но я бы воздержался пока от торговли иены я давно ее не беру в свой торговый портфель что касается сырьевых валют австралийц новозеландец канадец то здесь идет удлинение эти пары склонны к удлинению особенно когда у нас растет нефть до нее мы сейчас тоже доберемся и нужно говорить о том что в случае после очередной коррекции возможно дальнейшее движение вверх обновление максимумов очень видно очень хорошо видно что здесь идет удлинение и параллельный аллигатор как раз таки об этом нам и говорит на недельном на дневном графике с меньших таймфреймов скажем с двух часов здесь появляются такие вот точки входа непосредственно по тренду и их можно вести там до обновления максимумов и скорее всего этот инструмент он больше склонен к удлинению в частности также как и новозеландец несмотря на то что на новозеландцы был такой барс с нижним закрытием на недельном графике но он больше с нейтральным конечно же но тем не менее здесь возможно новое новое движение вверх и обновление максимумов после очередной ABC коррекции рынок движется вверх что касается канадского доллара примерно такая же история 1 2 1 2 3 4 5 в третьей волне вот этого импульса который вот отсюда где-то начался смысл в том что возможна очередная коррекция и снова обновление минимумов здесь также удлиняющийся рынок и все дело в растущей нефти эти инструменты они традиционно с ней коррелируют до нее сейчас как я уже сказал мы дойдем что касается золото на золоте если брать недельный график на мой взгляд 12 это развитие третьей волны внутри 3 4 3 в 3 было хорошо ее видно и рынок стремится обновить максимумы которые были достигнуты в прошлом году что касается дневного графика вероятно наличие 12 паттерна называемый 1 2 волны и очень возможно что мы пойдем снова вверх после такой резкой коррекции обычно волна 2 по времени и цене она идет достаточно быстро в импульсе который был вверх мы не видим максимально его в третьей волне но видим три фрактала 1 2 и 3 фрактал которые говорят нам о том что это 1 2 3 4 5 и это импульсная волна вверх здесь есть бар по длине баланса но не рабочий так как на положительного и соответственно здесь могут быть точки входа с меньших интервалов я думаю что не плохо здесь можно будет зайти в покупки единственное что пока точек входа я не вижу серебро коррелирует золотом как видим на четырех часах пяти волновой импульс 1 2 3 4 5 вверх он также скорректирован тройкой и вполне возможно дальнейшее движение вверх на дневном графике соответственно 1 2 3 4 вероятно развитие 5 волны 1 2 там в 5 волне либо в новом импульсе вверх это покажет время индекс sp500 здесь идет удлинение параллельный аллигатор как на недельном графике так и на дневном графике это говорит опять же дальнейшем росте что касается четырех часов вероятно 1 2 развитие третьей волны какого-то нового импульса и пока остановки роста индексов нет что касается биткоина биткойн сильно вырос достиг отметки в 42 тысячи долларов я еще если кто меня смотрел в семнадцатом восемнадцатом году предполагал что это вполне возможно только первая вторая волна и вот мы оказались в третьей волне в данном случае я считаю что это очередная коррекция возможен дальнейший рост обновлений максимумов но не забывайте про то что bitcoin любит ходить вот таким образом когда он дает сильное движение вверх и безо всяких дивергенции идет в коррекцию в достаточно серьезную коррекцию поэтому не исключено что вот такие паттерны на данной паре они могут повторяться по причине того что это характер движения данного инструмента и он склонен так двигаться поэтому чтобы здесь торговать надо иметь понимание того что это такое но здесь нет сильных точек входа по причине того что если этот импульс он достроится точнее если вот эта структура достроиться до целого импульса и мы обновим вот эти минимумы то целый импульс будет говорить о том что после коррекции мы увидим еще один импульс вниз и увидим достаточно сильную коррекцию относительно уже дневного графика то есть старшего таймфрейма поэтому аккуратно с bitcoin я бы не стал рекомендовать сейчас покупки я бы стал рекомендовать дождаться до чего достроиться эта структура а потом уже если надо с коррекцию то возможно здесь будет еще и шартовый вход не то что на покупку и нефть марки бренд нефть марки бренд у нас достаточно сильно удлиняется идет рост в принципе если смотреть глобальные масштабы то здесь у нас было следующее тут мы обновили минимумы в прошлом году и отсюда возможно у нас идет просто рост без нормального завершения пятой волны потому что здесь непонятно где эта пятая волна началась либо тут либо тут это не особо принципиально то что тут могла быть и сложная четверка виде какой-нибудь треугольной коррекции все 5 могла закончиться это не особо важно важно то что происходит сейчас мы видим параллельный аллигатор мы видим удлинение и соответственно здесь могла быть спокойно первая вторая ему в третьей волне импульса резко растет аой можем достаточно сильно вырасти вот так вот это что касается нефти дальше мы традиционно смотрим индекс ртс мы растет здесь вполне возможно недельном графике у нас 12 паттерн соответственно мы в третьей волне находимся на дневных графиках здесь тоже происходит удлинение и та дивергенция которая здесь присутствует на дневном она может легко сломаться или дальнейшем развитие цены вверх потому что также может быть один-два паттерна мы в какой-то третьей волне обычно в на резком рынке точнее на стремительном рынке вторые волны бывают очень короткими по времени и цене ну и традиционно также мы смотрим фьючерс на доллар фьючерс на доллар на текущий момент здесь я думаю что у нас возможно дальнейшее укрепление рубля эта область она выглядит как сложная коррекция и цена может спокойно обновить минимумы которые были достигнуты примерно в июне июле прошлого года в этом случае мы увидим формирование скорее всего и без си паттерна не исключено что где-то здесь могут снова прийти сигналы на покупку на это у меня на сегодня все как обычно ссылки в описании вы можете записаться на мою бесплатную консультацию которая говорил самом начале и до встречи через две недели пишите вопросы в комментариях буду рад на них ответить пока